Здравствуйте! Мы с вами общаемся. И я надеюсь, что это общение для некоторых из вас станет судьбоносным, как когда-то оно для меня стало судьбоносным. Но если мне приходилось начинать с нуля, начинать самому, без посторонней помощи, потом десятки раз отменять общепринятые приёмы, то я вас уже научу, как, значит, не проходить мой длинный путь, а стать успешным за несколько лет. Всё, согласны? Поехали. Кто такой Железов? Родился на Украине в 50-м году. Вот, не поверите, нас учили в сельской школе, огородничеству и садоводству. Поэтому, кстати, я пропагандирую, вернусь к этому в современной школе, только меня никто не слышит. Вырос, заработал госнаграды, почётное звание в Норильске, инженер-металлург. Опыт в сибирском садоводстве 0. 34 года в Шушинском районе Красноярского края посадил первое деревье. Потом накопление опыта и моё главное достижение для миллионов сограждан, друзей. Мне все сейчас, всех тысячи, кто меня знает, занимают меня другом. Вот. На кого-то отец, на кого-то это брат. И тогда, самое главное, что я придумал, это отказ от каторжной работы в саду. Вот. Это как будет выглядеть, чтобы вас сразу вдохновить? Перекапывать почву вы не будете. Тем более, каждый год. Это не каторга, была. Обрезать деревья только для того, чтобы якобы они станут здоровее и лучше будут жить, плодоносить. Тоже не придётся. А это тоже огромная работа. Тем более, приказано каждый год получше резать. Вот. Затем, и упреждая события, скажу так, не будете резать деревья, за них не накинутся насекомые. Так. Значит, вам не придётся, как другим, а кто-то уже меня из вас знает, и я пока приводил пример, вам не придётся скупать всё, что даёт эти специализированные магазины. По полмагазина скупать, и опять калечит сад, калечит поток. Отравлять, якобы отравлять насекомых, а на самом деле с обеих себя и ваших детей, вот это и есть отказ от каторжной работы. Вот один маленький пример. Я, знаете, как хитро написал, признайтесь, это ваши дети. Вы понимаете, что делается? Они сейчас у деревьев воруют в прямом смысле, отнимают их пищу. Зачем? Их решили чем-то занять. Их преподаватели, их эти, наставники, считают, что они благо делают лесу. На самом деле, это самая подлая вредительская работа. Это самое рекомендованное делать в садах. Уже до леса добрались. Вот. И я хочу, чтобы вы, когда я вас научу, как заработать деньги, вот, а попутно вырастить себе сад, еще и заработать, вот, естественно, что вам не придется, ваши дети дуриматься не будут, скажем так. Вот это мой внучок, Сенька, да, он ест першики, на которых ни одна капля я-то не попала, так, вот. И с пяти лет он уже работает в саду. А это не здоровье, скажете вы? Ему пять лет, сейчас уже девять, восемь. А вот это ему пять лет, и вот это он собирает дикие груши для того, чтобы потом выковырять с них семечки, а потом мы это посадим, и эти дикие груши позволят сладчайшим грушам подоносить в Сибири, подчеркиваю, Шушенский район. Вот. Поэтому всё, что я вам скажу, это не только ради вас. Вот. Последний мой этот самый из Казахстана, 83 года с мужчиной общаюсь, выписал косточки, надеется вырастить. И правильно надеется. Вот. Я не только сам по себе что-то вырастил, но я знаком был с этой семьёй. ко мне приезжала Наталья Матвеева, это Омск, самая кодовая Сибирь, так, это она уже вырастила у себя маджурские абрикосы, потомки моего, моих маджурских абрикосов, очередное поколение, жалуются на урожай, ломаются ветки от урожая, это плохо, да, но лучше пусть ломаются, чем не иметь урожая. Вот. Она привозила семью ко мне на целый семинар. Второй раз приехала ещё Юлия Матвеева в качестве студентки. Что они сделали? Начали вырастили, что самое простое, что можно было, это вот, вишню, семечки посеяли, все буду научены и продают саженцы, им довольны и покупатели довольны. И всё пожили, совершенно здоровые саженцы, не тех, которые массовой гибель, это те, которые покупают, неважно где. Вот. Сами растят, сами растят, это уже абрикосы и считаем, созревает лунцурийская, красная, желтая, вот, вкусная, все по-разному, вот, почему я коротко, да потому, что тысячи, тысячи, тысячи лет никто никогда их не плевал, и я не плевал, они раздобыли у меня, это, косточки, посеяли, вырастили, получили урожай и вот такие, и уже саженцами торгуют, то есть мы уже пальцы загибаем, волочные вишни, банджурские абрикосы, а какие бывают банджурские абрикосы, шикарные, кто-то читает дикие, я вам покажу, и наконец целевые, вот уже пальцев сколько загнули, вот, вот это, знаете, это мне взял окна память, улядность четыре вида, я вам потом ниже покажу, чего достигли мои ученики, их сотни, по всей России, и вы будете первыми, наоборот, догоняйте, обгоняйте, но, я, как анекдот, рассказывал не раз этот случай, приходит фотография, вот какие замечательные абрикосы, я четыре вида абрикосов вынесла на рынок, угощала, ну, продавала, а значит угощала, продала четыре вида абрикосов, все в восторге, это не то, что вот эти, которые с юга, и которые снимают за людьми, чтобы они портились в дороге, а эти-то уже созревшие, я как отругал продавать эти, курочек, которые несут золотые яйца, ведь каждая, которая продала плод, абрикосы, он имел косточку, это семя, разве можно было продавать, вот, это я так отругал, да, итак, Антон Валерий Сафронов, этот фильм обещает выставить для всех желающих, и он мне предложил такую схему вебинара, почему, здесь все зациклено на 100 тысячах на 600-соточном участке, поняли, вот, и правильно, больше, чем, чем еще можно у вас это, уже обожглись, а тут вдруг бах, и сразу 100 тысяч, вот, я до начала, чтобы вы дальше меня слушали, рассказываю такую интересную вещь, у меня есть один фильм, дело в том, что я на 1 квадратном метре, у меня война шла с моей тёсей, а что мы могли на 10 сотках, а, а у меня уже распирало, это я потом уже взял 5 гектаров, а тогда-то на 10 сотках было тяжело, а я уже подрабатывал, и уже прекрасно прививал, я когда 40 на квадратном метре, вот так плотенько, вот такими рядочками, вот, это самое, вырастил 40 сельцев априкосов баджурского, привил, все 40 пошли, я уже что-то убил, выросли до метра, мешали друг другу тесто, но выросли до метра, все 40 продал, по 1000 рублей, вот, вот, ой, я, это, тогда они были дешевле, это как сумма равная современной 1000 рублей, скидываю, учитывая инфляцию, это как сейчас 1000 рублей, то есть 40 тысяч принес участок квадратный метр, вот, один случай, потом, когда, вы всерьез за это возьметесь, вы узнаете, а это не сегодняшняя тема, как я, когда мне сожгли, пожар уничтожил все мое имущество, так бывает в жизни, вот, и тогда, весной у меня не было денег, а уже через 4 месяца я заработал полмиллиона, я, ну, 500 тысяч, то есть это вы тоже узнаете, но не сейчас, то есть можно чудеса творить даже за один сезон, а нормально это 3-4 года, я вам докажу, это когда вы будете уже не в 100 тысяч зарабатывать, а по 100 тысяч каждый год, потом по 200 тысяч каждый год, потом по миллиону каждый год, это я вам обещаю, но сегодня у вас всего сотни косточек, вот, хотя бы сотни косточек, так, поэтому я цитирую, это мне приготовил памятку Антон Сафронов, тот, у кого мы подписаны, я цитирую, сам, получается, себя сегодня на занятии я расскажу это подробно для уровня начинающих, но желающих всем сердцем заняться садоводством на своем при этом участке, почему я могу об этом говорить, история, это я должен рассказать, но я вам уже честно рассказал. Atéтр理е, что я не могу oscope, что я помню, вами сделать это, это будет такой, что вам выяснили, и как я вам просто�물, кое-надо, я вам покажу, чтобы яempel world, я вам, чтобы выяснить, Продолжение следует...